Василий Купер сторожил города Видное. Закрытие бани стало для него неприятным сюрпризом. Глядя на этого бодрого, подтянутого мужчину и не скажешь, что ему 73 года, говорит, баня помогает. Вместе с ним мы отправились посмотреть на новый банный комплекс. Разницу Василий Иосифович видит уже на крыльце. Ну, похуже было. Разрекает церемонт делали, окна поменяли, все. Давайте посмотрим. Давайте. На стойке администратора, которой, кстати, тоже не было, нас встречает директор новой бани Андрей Громов. Он нам рассказывает, что баня, как и театр, начинается с вешалки. Встречает администратор, предлагает человеку раздеться, оплачивает вход. После этого, если это мужчина, проходит мужское отделение, если это женщина, проходит женское отделение. Теперь в бане появилось два отделения. Раньше были мужской и женский дни. Теперь в любой день жители Видного могут посетить это заведение, независимо от пола. Изменения коснулись и других помещений. Раздевалки. Люди могут сидеть, общаться. Помимо того, что раздеться, еще пообщаться друг с другом. А что-то изменилось здесь с тех пор? Ну, конечно. А что, например? Ну, обновили. Массажное отделение. Здесь раньше массажное кресло было, да? Было. Но теперь будет лучше руками, чем с самым кресло. Что-то, когда-нибудь традиция, осталась неизменной. Например, эти лавки в помывочной. В остальном, ремонт коснулся всех важных деталей. Мы отремонтировали душевые группы. Полностью заново провели воду в горячую, холодную сюда, в отделение. Парная мужская. Святая святых, так сказать. Здесь все меняли, да? Поменяли все. Печи, вагонку, двери. Баня рассчитана на одновременное посещение 80 человек. 50 мужское отделение и 30 женское. Василий Иосифович, как потенциальный посетитель, ремонтом доволен. Ковш даже новый. Все новое. Все новое. Если мужское отделение более консервативное, и многие черты старой бани в нем узнаются, то оформление женского отделения более легкое и современное. Да, мы старались сделать это красиво, современно. Ну, вдохнуть сюда что-то новое, вене, в эту баню, хотя этой бане более 60 лет уже. Появление этих помещений стало возможным благодаря изменениям в подходе к обслуживанию граждан. Пришлось сделать и небольшую реконструкцию. Раньше это отделение было коммерческое, сдавалось по часовой оплате. На этом месте был бассейн. Он был малоэффективный. Им практически никто не пользовался. Соответственно, мы решили его демонтировать и расширить помыльчное отделение. Концепция измененного заведения – баня для всей семьи. Все сделано для того, чтобы люди приходили сюда не только, собственно, париться, а отдыхать и общаться. Начнет работать кухня, восточная, европейская кухня. Люди могут не только попариться, но и поесть, и просто здесь пообщаться, посмотреть телевизор, какие-то спортивные каналы. Василий Иосифович экскурсией остался доволен. Ждет не дождется, когда же обновленная баня снова откроет свои двери. Ремонт сделали, мебель новую, все, печи наладили, ну, отлично, парилка. Здесь дешевле, ну, а пенсионерам здесь выгоднее. Где денег столько взять на частную баню? Действительно, стоимость трех часов пребывания в заведении – 500 рублей. В будни для пенсионеров – в два раза дешевле. Обновленная баня откроется 2 сентября. Это тот случай, когда известное ругательство превращается в доброе пожелание – идите в баню. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.